Ресторан La Caffe de Beauty, в моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Хотела стал мамный мактун сальвы. Приготовила себе такой ужин, как в Парижах. Сейчас пойду на моем балконе. Дышала свежим воздухом. Ну да, кушать. Сварила макарошки. Соевого мяса, капустка, свежий огуречек. Ну, это, в принципе, у меня такой, в принципе, сейчас не степлый. Вообще, такое предполагает такой салат. Салат целый. Ну, в принципе, макарошки соевого мяса с капустой. Немножко имитированные черные икры. Ну, такие вот дела. Сейчас я там организую съемочку, видеосъемочку. Сейчас я круг оставлю в холодильничек. Круг в холодильник. Видеосъемочку организую. Здесь я организую манту любви и нежности. Проветривание открыла, чтобы здесь у меня там. И там уже открыто. Чтобы было такое проветривание. Такие вот дела. Сейчас я здесь подключу. Подключу свет. Шикарный подносик. Ох, вот такая супер красотка. Такая супер мальтическая. Пинко. Плетики назад. Живот в тяну. Открытка. Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаю сейчас видеосъемочку туда, на мой балконе. Кровать я еще не застелила. А, ну, в принципе, я застелила этими простынями, знаете, по-легкому. Видите, у меня еще здесь одеяло лежат. Одеяло. Потому что сейчас такая жара такая, что, в принципе, простынка самая то. Самая то. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна Мактун-Заевки. Портретная такая, портретная съемочка. Ох, такая суперкрасотка. Такая еще на голубом, этом на голубом фоне. Ох, такая, прям такая. Такие глаза. Голоса такие голубые. Сейчас нужно здесь подключить. Сейчас наканесу. Поставлю на зарядочку. Штучку на зарядочку подставлю. Ох, шикарная, шикарная летняя погода, шикарная. Сейчас. Эти такие штучки. Где у меня будут что-нибудь положить. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И, кстати, я могу сказать ощущение, я сюда приезжала каждый год к маме, выезжала маму, и каждый год заметки прилетала. Знаете, после шикарного дома, где, знаете, там, 15 комнат, понимаете, два этажа, понимаете, на фестиске Мурот, Булфилт, в коннектику, какая-то там и спальня, всякие, всякие все комнаты большие, выйдешь, территория, простор, хотя бы деревья, но все равно, понимаете, пространство, ванная комната большая, душевая большая, и вообще, то есть, понимаете, пространство. Запрекаешь на машине, что садишь в машину, едешь везде на машине, там, магазин на машине, припарковываешь, выходишь в магазин, там, ну, как говорится, там, на парковках, не на маршрутке, не на автобусе, понимаете, а на машине. Когда я туда приезжала, вот такой душ принять, ванна, эта шторка, понимаете, вот так вот шторку занялись, сейчас у меня шторки нет. У меня, знаете, эта штука немножко там потерялась, на которую шторку вешает. Вот такие вот два. В общем, шторку, понимаете, вот, залезешь в эту ванну, под душ, шторку занялись, и у меня прям было такое чувство, вот эти вот, ну, вот прям вот ощущаете, понимаете, там вот простор, а здесь прям вот, прям, это вот как-то, ну, вот, прям чувствуете, что маленькое пространство, вот эта ванна как-то вот, просто так ощущалось, знаете, такая большая разница вообще была. А потом, когда в маршрутку садилась, сажусь, знаете, в маршрутку. И тоже необычно, непривычно, что не в машину, а в маршрутку. Я великолепно помню это ощущение. в маршрутку. «Повица», «Повица». В общем, здесь очень много оснований прилагать, очень огромные, так сказать, учиться, простигать знания, чтобы быть процветающим. Потому что комфорт – это очень много значит. Комфорт, правильное здоровое питание, как вы понимаете, как называется, это все упирается в деньги, это все упирается в финансирование. Понимаете, шикарный дом, шикарный загородный дом, шикарная машина, чтобы выехать на машине в шикарный магазин, это все упирается в деньги. Содержать шикарный дом, чтобы это все убирали, чтобы все чисто было. Ну вот. Ну, если вот так вот, по какой-то минимуму, понимаете, это кондиционеры летом, чтобы было тепло зимой, если там надо, открыть, проветривать, чтобы было тепло. Вот. Или как, знаете, как там в Америке выставил на этом темперчу, на этой штуке, оно уже греет. Понимаете, там газом, это было, что газом там зимой, на тепло, летом, на холод, кондиционер. Просто я одно делал, кому там 18 лет, а когда уже 149, так что, это абонемент в хороший спортклуб, ну, или, возможно, заниматься, не знаю, частным, понимаете, но не отчастного тренера по спиритул йога, или, знаете, там, дома иметь спортивный, знаете, спортивный зал, дома иметь бассейн, спортивный зал, фитнес, массаж, вы поняли, да? Это совершенно другой уровень жизни. Когда вы с утра встали, с утра встали, у вас уже в доме все чисто, вот все чисто, потому что все уже убрано, уже, уже убрались, потому что, как говорится, оплачено, заплачено, помощники убрали. Уже завтрак приготовлен, полезный завтрак – это фрукты, понимаете, это такие, знаете, органик мюсли, это органик кофе, органик бананы, свежая клубника, свежие сливки, молочко, хороший творожок, так что вот. Встали, немножко зарядочка, ну, смотря кто как, немножко, знаете, встали, немножко зарядочка, под душ, понимаете, вот это вот родились, почистили зубы, уже завтрак. После этого вы можете выходить там в магазины или, я не знаю, там заняться, например, фигурным катанием, понимаете, заняться собой, танцами или фигурным катанием. Сели на машину, вас водитель отвез на каток, потом на латиноамериканский танц. Потом вы прогулялись в каком-нибудь шикарном парке и приехали домой к обеду. Обед уже готов. Это вкусный супчик, например, машрун, суп или сам это какие-нибудь там креветок, машрун, такой креветок, с креветок суп. На второе парная или грилья с алмон, с легким салатом, понимаете, вот это вот, со спаржей, как в Америке любят это спаржа, отварная парная спаржа, органик салат, салатные листья, органик заправка, свежевыжатые соки, гранатовые очень полезные. Так что вот, если это лето, чтобы витамин D усваивался, апельсиновые полезные. Покушали, занялись какими-то там своими делами, там все что-то, потом там чай, понимаете, там пять, такой чай пить пить. А к вечеру приходит массажист, ах, такой эротический, к вечеру приходит массажист, массаж делает. Вы уже искупались в вашем частном бассейне, там поплавали часа, полчаса поплавали. У вас там есть сауна, понимаете, попарились в сауне, потом в прохладном бассейне полчаса поплавали. Потом уже время, уже звонят уже вот эти вот, Татьяна Салмановна, массажист уже приехал. Он готов уже массажировать. У вас массажный кабинет. Массаж очень полезен. Так что вот. А может быть он вместе с частным тренером по спириту йоги. Потом вы в книжке, как говорят, очень болезненно, я бы сказала, как говорят, нужно не столько читать, но знаете, вот, ну больше думать. Прочитал, думать. Потом какие-то позитивные книжки, нужно почитать книжки. Позитивные. Не знаю. Друзья Госпомерфия, Норман Доминсента Пилла, Наталья Правдиной, книжки. Как полезно ложиться, в принципе, не так поздно. В одиннадцать у вас уже надбой. Спите вы хорошо. Вы чувствуете разницу? Как Наталья Правдиной говорит? Сон, спорт, секс. Ну, по поводу секса я уж не буду вам это говорить. Вы поняли, да? То есть, в общем, там это, перед сном, там, ну, я как-то этот момент немножко опущу, да? Ну, не буду я как-то вообще вот это вот сдаваться в какие-то. Ну, вы поняли, да? Ну, может быть, это такой день больше к выходному как-то подходит. Ну, как бы… Ну, вот этот распорядок можно включить часы работы. Так что, быть таким миллиардером, работать немного. Ну, эффективно. Или заниматься творчеством. Какие-то хобби. Вы чувствуете разницу? Просто я сегодня, мы сегодня сказали, что… Зуб, у меня сегодня вот уже несколько дней, временами зуб болит. У меня здесь такой коренька, вот это вот оно забломбированное, ну, как бы вот это вот. Верхняя часть, ну, давно как бы уже там сломалась, вот это тащить надо зуб. Цитрамон. Я сегодня цитрамону приняла, таблетку цитрамона. Тащить зуб надо. Я просто не узнала, не знаю, что я… этот зуб стоит вытащить 5000 рублей до кого-то может быть это конечно копейки 5000 рублей я же вам покажу у меня на телефоне минус 500 минус 500 с чем-то а мне два зуба тащить надо даже не 2 на 2 у таких которые сломались так что вот вы чувствуете раз как мне говорила женщина пенсионерка которая там познавтра познакомилась там когда гуляла я сказал что я жила в америке она очень интересовалась зачем я приехала обратно в россию если я жила в америке вы видели там загружала упражнения на разные там ну кто что советует различные упражнения для зарядка зарядка много лет занимают небольшой зарядочкой уже показывала а так вот смотрите там различные упражнения на разные главные на разные группы мышц ну то что мышц там вот что такое интересненько надо посмотреть думаю ладно хорошо загружу на мастеринку вконтакте хотя салмана через дефис мактону с вами пудин через дефис думаю что-нибудь такое посмотрю упражнение из-за из-за йоги югой правда полезно я считаю что перемежать надо знать танцы живота спириту йога танцы живота спириту йога вот это вот для меня было бы еще интересно конечно снова научиться кататься на этих фигурное катание так что вот как там это светлана ермакова говорит что она к 100 годам хочет быть этой иконой стиля ну хорошо и это почти 70 тридцатник она взяла себе накинула тридцатник да если здесь накинули тридцатник это что вы думаете ждать ждать 70-80 80 лет знаете быть этой чемпионкой в одиночном фигурном катании 80 лет так что даже вам не иконы стиля так что вот это с такого уровня что я казалась когда была маленькая вот ну так немножко а коньки недавно когда пару лет назад купила коньки одела я даже в них на ковре понимаете там коверные круглые вот одела во-первых там даешь такие штуки я в них такая я выгнаете вот я такая на коньках на эти кончиши на каких-то на каком-то вы понимаете да не как бы такой тоже так как облогу рассказать в такую лезвие там кататься я почувствовала себя такой высокой вы понимаете такая высокая мне даже был не устоять вообще даже на ковре на этих коньках представляете в общем это кататься на коньках я подумала а лед он какой скользкий вот о чем я подумала я прикинула это же нужно встать на лед на этих коньках и не просто встать вот это вот хотя бы хотя бы знаете вот как там как-то елочка или как на садится хотя вот этого на обычной елочкой хотя бы эти обычные вот это вот хотя бы что-то понимаете это прикинула когда я ходила я прикинула это встать на лед и вот проехаться понимаете вот по льду на коньках а потом я прикинула это вот эти вот фигуристы они просто так же они крутятся его понимаете там различные эти фигуры а сколько они оборотов в три оборота вот а плющенко вам даже там три с половиной оборота это прыгнуть на этих коньках три с половиной оборота и обратно приземлиться когда вообще пол мира смотрит там олимпийские игры понимаете неизвестно кто чему кто чего желает и приземлиться на этот лед как говорится но это в таком там это в реверанс дальше катать эту программу и прыгнуть это не один раз чтобы победить как говорит татьяна салмановна в космос не хочет татьяна салмановна не любит вот эти вот закрытые пространства татьяна салмановна любит просторы вы видите каток просторы его может быть и сказала что хочу быть космонавтом в 80 годах полететь в космос только я не понимаю что там делать понимаете на штуки запустят в космос там будешь в этой невесомости неизвестно чего там вот это вот из этих тюбиков питаться будешь там летать где-то вот это вот в этот иллюминатор смотреть мне что там в этот иллюминатор смотреть вот в этой как-то будешь тут как называть на этом летают поэтому кораблю и думать что ты в космосе но больше всего меня интересует как они туда отправляют не кредит конечно будет сказано конечно великолепное здоровье я конечно понимаю но это все такое там понимаете это же вот это вот такой экстрима запускать на много месяцев а некоторые там же по полгода мало ли что чуть не делать то сажать этот корабль или вообще чисто я честно грел ты даже не знаю я не хочу об этом думать а какая рада что такое знаете не каждого отпускают наверное знаете каждый может там пойти и по типу там это покататься на коньках а по типу космос чтобы полететь на такие деньги заплатить это наверно как бы это не знаю там мало интересовалась там живут в эту штуку там мало чего видно потому она сидит вот в этом замкнутом пространстве обозревает темноту вокруг какой-то питается из тюбиков обоих даже представить как они в туалет ходят всякой такой там у банки как они в душ принимают еще мыться вот это вот так а также горные лыжи я когда смотрю когда они на горных лыжах вот это я вот по телевизору когда смотрю вот план по youtube по интернету гараж вот это вот забирайте на этих на этих штуках прям туда куда-нибудь ну специальные же есть эти вот горные горнолыжные курорты и вот с этой а вот этой горы вот этот вот и туда понимать на всей скорости до этих лыжах и несутся я вот тоже вот это вот я считаю что это какая-то опасность какой-то такой экстрим можно как-то зафигачиться понимаете скоростью вот в этот вот понимаете вот это вот ну это конечно те люди которые любят экстрим сейчас приду добавлю сюда еще чуть-чуть хотя бы иногда два да 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 но вот Продолжение следует... 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 хотели вы хотели чтобы я вот это вот что там 13 лет жизни потратила на эти сеансы канавалова так что нужно отразить как там нюхач там и такие тоже я тоже такие сценарии там типа нюхач фильм нюхач но что такое кассовое написать сценарий так что вот судя по всему если у него или есть собака или он заведет собаку будет гулять собакой понимаете там два раза в день например ходить а получается это ходьба я конечно точно сказать не могу судя по всему вот и ведет собаку будь собакой регулярно гулять и все нет проблем как говорится будь здоров только я одного не могу понять это метафорично звучит чтобы я как-то вот это вот озвучила да вот на самом деле а на что он так что ходить не может понимаете так нет мотивейшен а если может быть собак любит понимать так у него есть мотивейшен собака судя по всему вот так понимаете вот есть абонемент ох там лень там сегодня вот это друзья позвонили не хочется короче вот это хотя он собаку может быть на кого-то там по погулять и потом погулять и я не знаю так что вот интересный момент правда я не просто говорю там что-то какие-то проблемы там понимаете не никите будет сказано это мне явно такие проблемы что знаете мама не горю называется такие боли то что вот с которыми даже не уснешь потому что это и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Она вот здесь лежала без болей, здесь лежала, и не принимала никаких таких таблеток. Мы потом проведем следственный эксперимент и посмотрим на это количество таблеток, на этих людей, как они себя чувствуют и так далее, и что с ними вообще происходит. Так что, правда, Михаил Маратович? Так что, вот, и будем требовать в Европейском суде по правам человека компенсации от Российской Федерации в лице этих больниц, правда? Или от Министерства здравоохранения, вот это вот, пусть заплатят. Мы им предоставим экспертизы, мы найдем этих людей, добровольцев, добровольцев. Я там смотрела фильм, там некоторые добровольцы, они добровольно соглашаются за деньги на эти эксперименты с этими таблетками. Так что, вот, добровольно. Они как бы тестируют какие-то таблетки за деньги. Ну что, покормят их там таблетками, посмотрят, потом, наверное, откачают. Это чего? Это же не это? Подумают, качают как-нибудь, наверное, от этих таблеток-то. Вы просто не забывайте, что мир не такой, знаете, он не такой большой. Есть такие люди, от которых вообще никуда не денешься. Да хоть там, на Северный полюс, хоть в Америку, хоть в Африку. Куда хочешь уедешь, тебя везде найдут. Пару часов и найдут, короче, достанут, из-под земли достанут. А то мне супчик. Вы вообще вздумали вот это вот. Я вам специально видео, сейчас еще подборочку видео загружу моих. Сегодня я здесь не ловила, чтобы вы видели, что это я. И в шляпе, и вот так, и костюмчик. Это я, это все я. Я специально вам это показала, и рассказывала, рассказывала о себе, чтобы вы знали, что вся подборочка, все эти видео, 20 тысяч видео у меня засняты, на каждом видео я. И загружена на два моих канала у Ютуба, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, на русском, на английском языке. Больше 6 тысяч видео, на каждом видео я. Подписываю. Татьяна. Потап sex и baby. Такая. От kam Newton. От Болога. Очищализма. Откоп. У. 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 год блевота наступает 29 число я в прошлом году 29 числа еле блять вот это выжила короче нахуй попросила говорят анализ чего там это сначала из жопы анализ там сказали взять надо потом говорят это баночка короче посрать надо я попросила чтобы не дали слабительную таблетку мне дали такую маленькую беленькую таблеточку это медбрат был что вас из-под земли достал и спросит что вы мне дали вот это давление упало наверно на 50 или встала с кровати потому что это мне вообще вот это давление у меня упало помедле и правда из какого нахуй могло упать только с этой таблетки а с чего еще то но явно не ослабительно и в туалет и не сходила правильно так что вы поняли что вы не меняет а в в в а в девятнадцатом году вот это вот это там юлия вообще еле вышла еле вышла а медбрат там какого я вообще не поняла какого хуя вообще на женском отделении медбратья вообще работают из жопы анализа берут я вообще не поняла какого хуя вот это вот я считаю что нарушение прав человека такой парень очень симпатичный молодой и и и и и понимаете вариант что там ошибся короче это вариант нет нет не прокатывать вообще не прокатывается вообще по типу там ошибся ошибся этими таблетками там еще что-нибудь и и и и и и и Ну, кстати, при таком каком-то хуёвом давлении мне говорила, что как я, мамина подруга детства, мне говорила, что ей вообще намеряют такое давление, очень низкое-низкое, что-то 70 какое-то там, на 70, это же какое-то очень низкое-низкое. Она говорила, что она так великолепно себя чувствует при таком давлении, просто шикарно. И все у нее интересуются, как она при таком давлении вообще как-то ехать, нормально, на даче, в общем, это, грязки, вот это вот, то-сё. Даже не знаю, я все говорила, что я хочу быть такой звездой, как Арнольд Швацнеггер, я посмотрела этот отрывок из фильма Арнольда Швацнеггера, где он говорит, I'll be back. Понимаете, вот этот, я даже не знала, что это вообще, вот это вот, я эти фильмы не смотрела. Его там не пустили, он говорит, I'll be back, он такой немногословен, и потом туда въехал на машине, и все там, их там, ну, это вы знаете, да, я просто была такой длина. Все по-черкну, кто не виновен, тот вообще может быть, в принципе, свободен, а он свободен, так же делай. А те, кто виновные, даже не смевают, вот так вот напишут, понимаете, напишут вот это вот, только так. Вы знаете, да, вот эту флешечку, я же флешечку вставила, вот эту штучку, да, у меня аж новая флешечка влетела, туда, интернет, они вот знают, и все, короче, ну да. А сегодня, кстати, вот этим, инсайд у меня был, вот, это флешечка, вот, а что это такое, а это мне флешечка вставлена вот в компьютер, и все, короче. Я тоже думаю, а нахрена он нужен, ну, значит, вот как-то вот так. значит, так на небесах написано, как-то вот это, так думать надо по Джон Кеха, когда вы думаете или что-то делаете, надо, знаете, как будто бы все ваши улыбки, все записывается, думайте так, как будто бы все написано на небе крупными буквами, и они как-то не хотят понять. Ну что, я уж покушала, радуга уже, ну, уже весит, сколько-солько уже времени, ну, в принципе, у нас сколько? А, у нас уже, у нас уже без 10, без 10 и 11, ну, время такое, ну, не очень поздно, я выспалась-ка, днем, а, я это, приняла душ, потом еще поспала, так что вот, да, поспала, в свое время очень поговорила по телефону, так что вот, сейчас посмотрю, это все, это загружу видео, вот такие вот дела, взять какую-то маленькую королевскую кровать, посмотрю в каком-нибудь муви, там, между нами девочкой, что-нибудь такое позитивное, ну, уже скоро лягу спать, сейчас, знаете, нужно ложить, когда темно, темнеет, вот это вот, ложись спать, в принципе, очень рано, очень рано, вот это вот светлеет. Татьяна Салмановна стоит на правде, я вам еще раз сказала, Татьяна Салмановна, посмотрите мой лайв-джон, там я столько, я про себя рассказываю, про свое детство рассказываю, вообще там очень много, там, обо мне очень много там всего, я про себя рассказываю, мне скрывать нечего, если вам там есть что скрывать, Татьяне Салмане скрывать нечего, так что вот, поэтому она и говорит, поэтому я и Говорю, понимаете? Тот, кто не виной, так это невиновный, так а что им там вообще? Даже смысла нет какого-то типа волноватого, там еще что-то. Люди, как бы, если люди там не при дела. Так что вот. А если его при этом из-под земли достанут? Так что вот. Даже к бабке не ходи. Так что вот такие вот дела. Зато музон, стал музон засвечивать. Раньше он между моими этими аккаунтами, знаете, между моими ютубами. А прям вот музон. Понимаете, как там? Это афганские. Давайте ее раз послушаем. Вот эту песню, вот эту афганскую, да, какая-то. Она прям встала у меня прямо на этом, на моем вот этом вот афганском, мое видео. И вот этот вот Афганистан, там что-то какая-то вот фигня. Вот что там? Кто-то фигня, Афганистан. Прям эта песня. Я вообще-то не была, откуда эту песню, зачем мне вот эту титут. У меня там все позитивное. Я даже такие вот названия-то не ввожу, там Афганистан, еще что-то, чтобы какие-то песни такие слушать. Это как-то мне ютуб как-то выдало, даже не знаю, вот это вот. То, что если я там ввожу какие-то, это там, это позитивное мышление, то есть я все такое по позитиву. В принципе, да. Все по позитиву. Ничего такого негативного. Так что вот. Я даже могу вам показать. Там даже есть, они даже специально, знаете, они как-то, знаете, как этот там, пугал. У них тоже, наверное, какие-то специальные запугивающие какие-то. Хотя я не знаю, как-то, как их вообще могут выкладывать такое. Как вообще ютуб допускает. У меня вообще-то как-то крутит себя у нас, проверяем. А вот такие ролики, это можно выкладывать, да, на ютубе. Понимаете, вот это вот. Я вообще просто, я вам там вот покажу. А, так мы с вами еще будем тематику проходить. Вот это вот в Китай, или в Южную, или в Северную Корею. Там вообще пипец. Я вообще там вот это смотрела. Что-то Китай, понимаете, вот это вот. Какие-то там войны. Мы очень мало об этом знаем. Я тоже мало знаю. Но я там смотрела, там такой пипец. Это просто какой-то кошмар. Я даже точно, я особо не разбираюсь, понимаете, вот это вот. Но это просто пипец. Так что вот. Это я на ютубе чуть-чуть смотрела. Думаю, вот это все какая-то фигня, фигня. Это, по-моему, вот эти Кореи, Кореи. И вот это, по-моему, и Китай. Что-то вот. Ну да. А, вот что? Здесь у меня что-ли? Я же это водуку дышу. Ой, что-то какое-то, знаете, вот, что-то как-то вот получилось. Вот знаете, что, вот когда вы кушаете, это вот очень хороший такой пример. Вот когда вы кушаете, знаете, вот это не читаете советские газеты, а не видите такие разговоры, как вот я покушала, я даже уже почувствовала в желудке, что это вот, вы поняли, да? Что нужно вот это 90-й псалом почитать теперь, чтобы это так, это все хорошо было. Вот имейте в виду, это вот к этому, к позитивному мышлению, что не надо о таком вот этом говорить, особенно когда вы кушаете, и за столом об этом не надо говорить. Если что-то надо сказать отдельно, отдельно от еды, вот. Это очень хороший пример, что не надо вот о таком вообще, или как-то что-то о плохом, о чем-то таком вот этом вот говорить, когда вы едите. Вот. Ни в коем случае. Здесь у нас какую тематику не возьми, я хотела бы про Юрия Анатольевича, подумала, такая тематика про Юрия Анатольевича, тут как-то вот поднять тематику. Но эта тематика тоже такая, в общем, тоже какая-то, это вам не и VIP, вот это вот какое-то вот это вот. Не впитывать поджону теха, и в общем, не книжки Наталии Правдиной, и не бриллианты, и не золото-бриллианты, и не вот это вот, мы так были в году, так что вот. Я же уже говорила, знаете, такой инсайд свыше. Я вот иногда вот так вот рассмотрю на человека или на что-то вот так вот, стоит только посмотреть, я уже всю ситуацию вижу. Что, как, почему, вообще весь расклад. Это вот такой инсайд. Свыше, да, дано свыше. Так что вот. Я же вам сказала, я же вам писала. Посмотрите, моя младерная, я же вам пишу. Татьяна Салманни Мактум Сальфудин помогает создать им небо и земли. Так что вот. Ну что, еще чуть-чуть воздух, чуть-чуть, знаете, вот это вот подышу. Я на самом деле, что я хотела, думаю, сейчас вот тут-то туда. Это, конечно, могу выключить. Ну, я там, эти, некоторые видео, у меня там есть, как говорится, эти байты-килобайты, пусть немножко крутятся. Гуляю. Гуляю, дышу воздухом на моем таком пелконе. Ну, правда, такая тематика получилась. Вы поняли, да? Лучше бы я стала рассказывать про этих иностранных женихов, чего-нибудь VIP, в общем, про книжки Джозефа Мерфи. Я уж не знаю, лучше про Америку. Про наши путешествия свадебные с моим бывшим мужем. Я не знаю, не знаю там. Про мои путешествия я была в более чем 25 странах мира. Не знаю, путешествия там в Финляндию, в Швецию, не знаю, там, в Париже, как говоришь-то, 5 раз. В общем, там, любая бы тематика была намного лучше, чем, конечно, вот эта. Ну, в общем, как-то, как-то вот так. Ну, в общем, как говорится. Они перенаслаждаются летней погодой, природой, жизнью. Победа. А самое интересное, что в принципе, знаете, у нас там что в палатах, что на отделении, как бы там, все были вот эти вот нормальные, так что, ну, вы там, вы знаете, как там, вы знаете, потому что я там пару раз видела там, в общем, такое, то есть, на самом деле, такая вот эта вот. Вы знаете, как по какой-то такой, тут очень умной книге, смотрящий, это зависит от смотрящего, это уже, знаете, по этому, по Кашпировскому, знаете, вот Чумак, Кашпировский, Нюхач, знаете, этот смотрящий, понимаете, если на мир смотреть глазами любви, то и мир будет по-другому видеться. Ну, ты уже смотришь на мир глазами любви и видишь around, в основном такое, все хорошее, и люди, наверное, кажутся лучше именно, потому что ты на них смотришь, ты на них смотришь вот так вот глазами любви, ну, особо не глядываясь, а вот в общем, в общей картине. Так что вот. Смотри, какая красивая такая штучка, может, знаешь, как-то приколоток, все, такая, ах, такая супер такая, крыльца, такая звезда, эту штучку тоже можно вот сюда как-то вот эту штучку потом сделать, как-нибудь красивенько, красивенько, да, хоть опять мойся под душ, понимаете, такая тематика какая-то вообще вся вот эта вот была, такая тематика вот эта вот. Ну, ягодка вот это. Продолжение следует... 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 Сидеть на стуле. Моя. Чтобы от счастья не взлететь в воздух. Мне давить. Сегодня ты светишься так, как дядя. Иди в те редкие минуты, когда он бурает по собой. Так и возьмите уже руки, что-нибудь тяжелое. Чтобы от счастья не взлететь в воздух. Мне давить денежную тренеру. Офицы. Света. Час. Моя, это новость, как ничто подходит в списку. Продуктов, которые я составила. Хлеб, масло, соль, овощи. Новые сапоги. Опять же вам обещают, что все это мы обязательно купим. Как только деньги будут снова у меня. Стоп история. Семья, если деньги должны вернуться, где они находятся в данный момент? Стоп паника, мама. Дело в том, что я решил порядочно разбогатеть. И по совету тарелочника Гриши поставил всю денежную премию на победу сборной России. По футболу в сегодняшней встрече. С таким же успехом ты мог бы поставить на то, что наш дядя Изи больше никогда не будет вороваться. Это полный калорий. Мама, ну успокойтесь. Выдохните тревогу. Тарелочник Гриша прекрасно разбирается в футболе и ставках. И поэтому деньги обязательно вернутся ко мне. Да еще в два раза больше. Тарелочник Гриша, тарелочник Гриша, разбирается только в одном. Как хорошо решить от шу. Нам же это бить и все. Немедленно пойди и забери свою ставку обратно. Мамам, к сожалению, это совершенно невозможно. Тарелочник, я тоже сейчас буду страшно сожалеть, когда я пойду вот в ту кону-то за ременок. И тебе бы совершенно не могло несколько месяцев сидеть на стуле. Мамам, рукой своих угроз, давай остановить колесо моей фортуны. Я здесь сделаю ставку, и я таки уверен, что она победит. А теперь простите. Ну хорошо, сын мой, хорошо. Покажи мне, кто должен виноват, чтобы ты остался целым. А малышка-то получил свое время. Это должно быть не грязно. Хотя нет, белые. Нет, это точно красные. Ага. Я же вам говорил, баба, что мы обязательно выиграем. Все, сейчас я никогда не проживала за 11 чужих мальчиков. Больше чем-то единственного сына. Все, что, быстрее, это Ворошавина. Беги, забирай свой вигрыш. А мамочка, что-нибудь придумает, чтобы отметить это событие. Ну-ка, баба. Ну-ка, баба. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok девушка сегодня у тебя таки нетрадиционная девушка а завтра упаси господи нетрадиционная ориентация все равно поставь девочку на место где взял верни я сказала дай ей с собой папу шашку с ее аппетитом ей хватит на две недели все мы слушаем маму все может быть ты съешь пирожок двадцать семь с половиной пирожков семечка твои рекорды побитых а что вы умеете еще делать кроме как покушать что вы говорите да спорте вдоль по тверской мне плохо я сейчас приду вы сидите да пою и танцую но мама за то как вы хотели очень традиционно и с хорошим аппетитом если девочка будет так кучит мы через месяц пойдем вдоль по питерской голые бот семечка верни девочку домой семечка по всему видно что девочка из хорошей семьи пусть там и сидит и ну а то что то и 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 Я просто репетирую. И зачем? Понимаешь, все наши знакомые чем-то заняты. Про Оксану пишут книги. Марго и Ева поют. Виолетта телеведущая. А я? Я решила стать великой актрисой. И что ты репетируешь? Я репетирую сказку. Вот. Красавица и чудовище. А чудовище будет играть Серж. Нет, что ты. Серж играет спонсор. А я красавица. И Энжи, я тоже хочу быть... В старой квартире тесно дышат. Как же просто на акцион, на локройку выбирать. Ах, ипотека, суток, гей-гласс. Сэкономили на ремонт, как раз. Вы можете продолжение от нескольких парков. И выберите личную акцион, патри. Субтитры герои. Детали сериал «Суберновая мот история». Магистер Глеба, коснуки и пастурина. Магистер Глеба, коснуки и пастурина. Субтитры герои. А еще не выпуски. Делай, пытайся. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok